Ну что, следуем в клуб. Осталось совсем недолго. Заходим, посмотрим, что сейчас надо. Всем привет, бойцы! Так, парни, нравится в зале заниматься в этом? Да! О, лично! Константин, я хочу вам задать пару вопросов. Как считаешь, вот они смотрятся на нас, как они нас ответят? Как их в еду? Или мы можем запустить завтра судьбу? Там из них по функциональной подготовке, по крайней мере. Я думаю, как минимум, наравне с вами сейчас. Ага. У меня Александр, хорошо. Иди-ка сюда. Хочу представить вам Александра Самогина. Я вас обычно видимо так. Вот так вот это с самого детства. Ну если, друзья, с самого детства Александр составит партнер на протяжении... Сколько лет вы сейчас? Я даже... Лет 25, наверное, точно. Где вы? Я сам не крутой парни. У нас в клубе время. Обожаю масочку. Глаза зеленые. Когда-то давно сделал себе в Таиланде профессиональную капу. Фамильную. А ну? Да. Сейчас пристой, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Силовушка. Друзья, едем на утреннюю тренировочку. Ну, не совсем утреннюю, на дневную. Воскресенье. Ту. В воскресенье, суббота. Ну, завтра будет то же самое. Вот. Кто-то свои телеса нежит на выходные на кроватях. Смотрит утренние передачи. Вот. Но самые активные и пробитые, типа меня и нескольких моих коллег по клубу Будошин, а также ребята, которые ходят тренироваться в Ивановский клуб Файт Фитнес в зал, сегодня будут там. Вот. И, как всегда, проведут свою тренировку. И я думаю, что я сегодня сделаю маленький такой обзорчик, как это обычно происходит у нас на тренировках. Где самые крепкие парни, которые просто фанатеют от кроссфита, от боевых искусств, от ММА? Где? У нас в клубе. Ну, в общем, короче, наблюдайте дальше, что будет. Ну, чего. Вот. Подъехали на место. 93 свободных места. Ну, прекрасно. Вот. В Файт Фитнесе отличная подземная парковка. Ну, сегодня-то, скажем так, особенно, потому что, как сказать, выходной народу будет мало в торговом центре, в торгово-развлекательном, где находится клуб. А посему все будет чики. Блин, ничего не видно, конечно, да. Хе-хе, ну ладно. Уж как получилось, ребят, извиняйте. Вот так это выглядит. Ну что, следуем в клуб. Осталось совсем недолго. Вот есть указатели. Идем к лифту. Прямо над лифтом написано. Файт Фитнес. Так что вы точно не потеряйтесь. Везде, во всем торговом центре есть такие вот указатели, которые прямиком приведут вас туда, куда нужно. Нажали на кнопочку. Ждемся. Лифт приехал. Так, дальше. Так, сейчас там перед нами занимается детская секция. Привет. Так, вот так это выглядит. Так, Костя пришел? Да. Отлично. Заходим, посмотрим, что сейчас надо. Всем привет, бойцы. Здорово. Так, ага. Ага. Как дела? Что-то у тебя сегодня народу мало или еще подойдут? Нет, все. Вот так вот халявщики сегодня пропустили, а? Борьба. Все. Сейчас кто-то готовится на ЦФО, наверное, да? Наверное. А кто-то залечивает раны после профбоев. Иван, привет. Раздевалочка. Сейчас разденемся, там бушевая. И приступим. Все просто, по-спартански. Здесь занимаются бойцы. Так, парни, нравится в зале заниматься в этом? Да. О, отлично. Добой. Ну что, сегодня суббота, поэтому народу не сильно много. Кто-то халявит, кто-то восстанавливается после травм от профессиональных боев, кто-то готовится на ЦФО. Это Константин. Я хочу ему задать пару вопросов. Кост, представься. Инструктор боевой подготовки ОМОН в гвардии Воронской области. Компитан Парижа. Костоправа Константин. Вот, такие у нас парни. Они не тренируют у нас. Так что у нас вообще, все на супер над уровнем. Константин, занимался в самых разных залах, потому что ты уже тренируешь очень давно борьбу. И парней наших ММС тренируешь. Хотел бы задать тебе вопрос по поводу этого зала. Что ты по нему расскажешь? Все при тебе делается. Зал вообще классный. Все особо видны каноны. Есть ринг, есть имитация клетки, татами, кроссфит-зона. Зал супер для подготовки бойцов. Самый хороший уровень. Ну и вот сейчас у нас уже бойцы готовятся ехать на ЦФО. Они же здесь или не учат? Да, бойцы занимаются здесь, здесь сборные. Ну как, области, да? Да, сборные области занимаются. Вот. Так что этот зал внесет большой вклад. Ну, а также подготовка на первенство. Потому что там скоро ринги будут именно такие, ну напольные, что когда бойцы вывалятся, чтобы они с канваса не падали. Поэтому здесь все будет в этом плане хорошо. Да, я хотел сказать еще про Константин. У нас рефери. Вот, это я забыл про это сказать. Ну-ну-ну. Так что вот так вот, друзья. Обязательно приходите заниматься к нам в клуб. У нас инструкторская база самая мощная. Спортивно-медицинская база самая мощная. Потому что я сам тоже врач с Союзом ТМО России. И поэтому вся подготовка скоро вообще базироваться будет на научно-методической базе. Наши наработки будут использоваться в Союзе в том числе. Вот. И они сейчас используются. А здесь наши бойцы суперно-экспериментальная база, где это все применяться будет в самую первую катаконщик и применяется вот уже сейчас. Очень большое спасибо. Продолжаем тренировку. Так, Иван. На базе этого зала занимается клуб Будушин, который существует. Наверное, один из самых старых клубов Иванва. Когда-то это был клуб чисто каратэ, а потом это стал клуб смешных боевых искусств. Иван, когда ты ко мне пришел заниматься? Я пришел заниматься три года назад. Три года назад. Так время быстро идет, мне кажется, что недавно совсем. Какой был опыт тебя работали? Ну, опыт был небольшой. Практически все в детстве, все забыто. Пришлось все заново вспоминать. То есть практически ничего уже не помню. Ну, и как ты вот оцениваешь? Вот смотри, вот ты пришел, пришел к тому, что... Да, почему пришел? Ну, хотелось поддерживать физическую форму, не быть, как говорится, размазленными. Чтобы не было вот такой кузо, изначальная была идея. А потом на работу выносил. А уже там, где у нас это было к пункту, да? Ну, тут к пункту уже было. Как полагается, к сорока годам. Ну, а сейчас тебе сколько? Сейчас сорок три. Ну, сорок три. Ну, мы ровесники. Как оцениваешь то, что произошло за три года? Нет, если оценивать, конечно, результаты очень небольшие. По сравнению с тем, что было три года назад. Сейчас просто, ну, как пропасть какая-то. Ну, а в чем она больше заключается? Ну, появилась большая выносливость, это как минимум. Потом, ну, уже и тело совсем другое стало. То есть, все как-то вот... Ну, кайфуешь тренировок? Ну, конечно, конечно. Ну, а как оцениваешь? А тренировки тяжелые? Сначала было очень тяжело, не буду скрывать. Сейчас, конечно, полегче стало, но все равно. Ну, тренировки такие достаточно жесткие. Ну, смотри, занимаются рядом с мы парни молодые. У нас в будущем занимаются парни, которым за сорок всем. Мы уже никого нет вообще, если же там уже с 50-х. Вот. Как считаешь, вот они смотрятся на нас, как они нас оценивают? Как их видов? Или мы можем заткнуть за пояс у него? Там из них по функциональной подготовке, по крайней мере. Я думаю, как минимум наравне с ним сейчас. Особенно по функциональной, да? Да, да. Ну, правильно. По-бойцовски это понятно. Это действующие бойцы. Они постоянно выступают. Нам, извините, наверное, не тягаться. У нас в этом плане в прошлом все. А по функциональной подготовке, я думаю, что мы заргоним другого из них. Так что, ребят, те, кто кто-то занимался боевыми раньше, или никогда не занимался, но всегда хотел, приходите в клуб к нам, в файт фитнес. Все подтянем на уровень. Будет супер. Да? Спасибо. Ну, учитывая тот факт, что сегодня суббота, сегодня планируется тренировка такой направленности больше к факультативности для себя. То есть, несмотря на то, что потянулись сюда, кто-то занимается постоянно, но занимается каждый по программе по своей, кто-то там объединяется в группы небольшие, пары, они занимаются там. Кто-то тренировать хочет, кто-то на снарядах работает, кто-то занимается борьбой, кто-то занимается индивидуально. Поэтому сегодня вот такая тренировка будет, если что-то заснимем, то, что вместе делаем, это не обычная тренировка, где все работают в группе по заданию выполнения подобной программы. Сегодня работаем в персонале, не забывай, тем не менее, все равно нагрузка будет объемная, очень большая, планируется больше какая-то тренировка, одна выносность. Объемная функциональ, где стренировки. Ага, вот Александр, хорошо, иди-ка сюда, вот, вот. Хочу представить вам Александра Александровна, с обычного видения. Вот так вот это с самого детства. Мы, друзья, с самого детства Александр составлен партнером на протяжении… Сколько лет? Я даже… Лет двадцати пяти, наверное, точно. Сколько живем? То есть лет двадцати пяти. Он тоже занимается в клубе Будушин долгие годы. Еще с самого начала занимался мы каратэ вместе занимались, начинали в свое время давным-давно когда-то. Мы ездили по соревнованиям, вместе тренировались, потом вот уже долгий год и занимаемся, ну, так вот, несмешанными искусственными боевыми. И боксом, и борьбой, и всем остальным вот сейчас мы уже переехали, вот, окончательно в этот зал, занимаемся здесь сами. Расскажи немножко по тренировке, про этот зал, вот именно про зал, как он тебе? Потому что мы в самых разных залах занимались. Как тебе этот зал? Ну, это самый хороший оборудованный зал, которым мы занимаемся сейчас, в данный момент. А вот мы все те лофт фитнес занимались. Ну, там тоже был плохой зал. Там тоже был плохой зал, но здесь более предпособлен для занятий кроссфитом. Ну, такой брутальный занятий. Здесь все важно, если не надо бегать по всему, там, сдавать или искать чего-либо. Ну, да. Там было в разных местах. Там даже на зале было два. То есть, в одном месте спаррингами занимались, в другом месте кроссфитом занимались. Да. Тренировка вообще в другом месте было. То есть, надо было бомбонисты, все в одном зале находится. Да. Не надо тратить время. И, соответственно, я считаю, что здесь ровно столько, сколько нужно для того, чтобы заниматься именно ММА. Слушай, а вот с Иваном я сейчас рассказывал по поводу того, как он пришел и все так и прочее. Вот. Я думаю, что у нас в клубе занимаются люди тем, кому вот за 40. Имеется в виду, на души старше. Тебе тоже сколько лет? 43. Да. Так это по одному уже. 43. Ну, вот видите, мы все примерно на годке, если постарше, конечно. Как ты считаешь, вот стоит ли людям, которым за 40, там, 40 плюс вообще приходится заниматься? Ну, понятно, кто, там, когда-то занимался проще. На самом деле, у нас нормальные люди. Тяжелые, 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 чего не добьются. Я считаю, заниматься никогда не поздно. Всегда можно совершенствоваться. Когда ты начинаешь тренироваться, постепенно, постепенно ты приходишь в те кондиции, которые у тебя были в молодом возрасте, скажем. И, соответственно, естественно, в том-то… Ну, это ты за трениги говоришь. Ты без тренировок никогда не догадываешься. Здоровье позволяет вообще. Нет никаких там серьезных приказаний. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Поэтому я считаю, спортом надо заниматься всегда. Да. Видите, как у нас это дело выглядит? Дело в том, что сегодня, как я уже говорил, субботние трения. Поэтому приходят заниматься всегда фазитативно. Вот Александр привел своего сына. Чем занимаешься? Ну-ка рассказывай. Мне нравится. Видите, полная преемственность. Ну что, приступим к тренировке? Да. Приступим. Приступим. Про поясок расскажу потом, что это такое. Некоторые считают, что полная фигня. Я хочу сказать, что ни фига не фигня. И это работает. Прекрасно. Я это проверил на протяжении трех лет уже. Просто надо понимать, как с ним работать, когда надевать и сколько в нем ходить. Вот это очень важно. Ну еще курточку сверху сейчас. Сейчас попрыгаем на скакалочке. Так у нас в клубе. Где вы? Где самые крутые парни? У нас в клубе. Вот такие красивые девушки в клубе у нас занимаются. Как вас зовут? Лиза. Вот Лиза. Вторая тренировка. Старается. Так что девушкам тоже можно приходить в фазит. и работать по полной программе. Обожаю масочку. Глаза зеленые. Масочка много чего дает. Отвечаю. Тоже проверим. Помогу. Для тех, кто у нас не будет. Тоже помогает. Восторг. Режиссер. Тоже. Похоже. Там. Тоже. Ну вот. Там. Тоже. Там. Там. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все то же самое делается и голыми руками, чтобы кто не думал Некоторые говорят, я не про тебя Говорят, классно, когда так же бьешь голыми руками Ребята, в чем суть? Просто когда вы работаете в перчатках, во-первых, можно выполнить тысячу ударов А голыми руками вы тысячу не сделаете, какие бы набитые руки не были Макивара, она деревянная, она все равно прочнее, чем ваша рука И на автоматизации ниже А здесь клетки живые ткани Ударите тысячу раз, все равно ссадите кожу, какие бы руки набитые не были Да, травм не будет серьезных, но кожу повредите А второй момент В чем вы собираетесь вести бой, особенно если вы соревнуетесь В том и надо ставить Потому что перчатки немножко другая политика Видите, какая толщина перчатки? То есть это там 3 сантиметра, даже 5 сантиметров может быть А вы бьете голыми руками, у вас чувство дистанции на 5 сантиметров изменяется Здесь по-другому Если вы хотите во время поединка с оппонентом бить так же сильно, как голой рукой по макиваре Вам надо в перчатке по макиваре бить Чтобы вы поставили мощный удар, но в том, в чем вы реально будете бить во время поединка То есть если хотите драться на улице хорошо, надо тренироваться в одежде, в которой вы на улице В обуви там, да, в куртке в зимней, если зимой Если вы собираетесь драться на ринге, в перчатках и бить сильно Надо макивару и все снаряды бить в перчатках Вот и все Ну а для улицы голыми руками макивару бить Мы сейчас тренируемся в соревновательном режиме Поэтому работаем в перчатках Понятно? А так это все точно так же выглядит и голыми руками Вот так Потому что сейчас били перчатки, то идет в голыми руками Точно так же Ну у нас сладенькая, у нас всегда в таких ситуациях силовушка Силовушка Ну это обязательно Понимаете? При всех прочих равных условиях Физическая сила дает глобальное преимущество Поэтому надо обязательно дорабатывать И вот когда такие комбо тренировки То есть одновременно у нас за одну тренировку и снаряд и все Конечно, если нужны там объемы мышечные То не получится такую комбо тренировку делать А объемов однозначиться не будет Потому что вы в начале тренировки сжигаете гликоген весь Вообще нафиг Его не остается совсем Энергетику вы сжигаете А потом уже качаетесь в принципе Это больше на жиросжигание И максимальных силовых результатов Вы там не покажете точно Поэтому это для таких объемных Выносливостных Но в то же время силовых снаряд тренировок Вот Только так Если нужно, конечно, объемы наращивать Надо отдельно силовой снаряд делать Отдельно совершенно Вот только так Ну а когда вместе То сложные координационные действия В спарринге лучше в начале Иначе после силового у вас в черте что лететь будет Вы грубо покалечите И ни скорости не покажете, ни силы Ничего не получится Почему такой вес небольшой? Потому что задачи руки Как я уже сказал Вес большой и не нужен Нужно постоянно, чтобы был памп То есть видите Штанга в груди не касается И вишенка тоже в суставе нет Вот как раз нам это то, что нужно Снаряд хана А меня много патnte А я ничего не думаю А я немножечко О том, что это часто А я буду пока А я не сделаю О том, что я нарез Ali Нельзя Что-то О том, что я прикинусь Таким, что она много Ну а что нарезали Да О том, что нога И, како Дим я Дим,urar Def думаю Играет музыка Ну вот, и завершилась наша трехчасовая тренировочка То есть приехал примерно в зал пораньше 12, но в 12 часов тренировка началась только И вот сейчас уже, сколько там, 15.54, ну закончили это где-то в районе трех Просто пока там собрался, пока там камеру, там 5-10, все такое Вот, случилось, что сейчас уже почти 4 часа Опа, громко Подведем итоги Что это была за тренировка? Ну это была, хочу сказать, самая обычная тренировка Ничего сверхъестественного в ней не было То есть самое, что ни на есть, заурядное Вот Как она была построена? Ну первое Это, конечно, разминка была После разминки был разогревочный блок А в разминке что было? Суставная гимнастика прежде всего Вот Потом был разогревочный блок такой На функционалочку На активацию сердечно-легочного комплекса То есть что там было? Там была работа в тренинг-маск Это была скакалка Это были всякие там разные Я уже даже не помню чего Это все обычно делается Чуть ли не по наитию по какому-то Вот А, вращение Диска над головой Потом был блок Боя с тенью тоже в тренинг-маск Вот И потом Просто бой с тенью Короткие Очень раунды Минутные Небольшие То есть совсем С минутным перерывом Я не знаю сколько Наверное 5 Не посчитал И потом Блин, ну вот жалко, что трясется Конечно Уж извиняйте за такую съемку Кто же виноват, что у нас такие Кривые дороги вообще Задница какая-то Вот И камера так закреплена на кронштейне Что она болтается Сам кронштейн трясется Ну так и вот Потом Были спарринги Сначала очень Плавные Спокойные Потом несколько поживее Вот Ну Ничего страшного не произошло На них Хотя мы там Парочка была Спаррингов Таких Немножко Ну с таким акцентиком И скорость чуть-чуть добавили В общем Немножко поразбивали друг другу носы Чуть-чуть совсем Ничего страшного Это Как бы норма Да Вот Ну и что дальше Тогда Дальше Был блок Работы на снарядах Поработали на мешках Поработали постановку бокового На скачке И бокового с места На макеваре Ну вот И потом Был блок Силовой Ну Такой силовой Просто Это не на максимальную силу А на Объемную тренировку То есть Это было 10 подходов Жима штанг Ну Штанги лежа Мы работали Грудь Жим лежа Под углом На наклонной скамье Наклонной скамье вверх 10 подходов Пирамидой То есть Сначала вверх 5 подходов 5 подходов Обратно вниз Потом 5 подходов Отжиманий На петлях ТРХ Тоже на грудь И потом 2 значит Упражнения По 5 подходов На плечи Это были махи гантелями В стороны И Жим Арнольда Сидя Все И на этом Наша тренировка закончилась Вот такой вот Был у нас Тренинг Перерывы Между всеми Упражнениями Были Крайне незначительные Вот Ну в них там Успевали Немножко побаловаться С детьми Которые с нами Пришли заниматься Мой друг привел Своего сына Ну там Немножко на лапах Он поработал Немножко Они Там Поспринговали Чуток Так интересно Было Короче говоря Вот С коллегами Пообщались По тренерской деятельности Ну вот так вот Прошла тренировка Сейчас Еду домой А Во Забыл сказать Еще важный момент Смотрите Три часа Да Довольно большой период Как говорится Без еды Совсем То есть Для жиросжигания С одной стороны Это неплохо Но как бы мышцы Не поджечь Да Поэтому На таких тренировках Объемных Я обычно беру с собой БЦА Ну то есть Тренируешься И потихоньку Пьешь Вот еще у меня Такая Сколько же она Литровая Наверное Нет 700 миллилитровая Наверное Бутылка Я привез Из Китая С замком То есть Она закрывается На замочек Такая удобная Там защелка Раз и все И Случайно ничего не прольется Не откроется Даже если перевернется Там все нормально Ну вот В ней развожу БЦА БЦА Одну порцию Порция Если не путаю Там в районе 8 грамм черпак Вот Получается Довольно сладенько Приятненько На вкус Вот И В этой вот энергетике Хватает И Аминокислот Хватает Конечно Они На синтез Не идут Вообще Совсем Они все идут Чисто в энергетику Потому что В первой части тренировки Полностью выгорает Гликоген Весь Сгорает Глюкоза Вся Еще быстрее Чем гликоген То есть Не остается Ни хрена Ничего Вообще Совсем И конечно Там уже Как бы мышцы Не поджечь И вот Тогда и выходит Тогда и берет свое Как говорится Берет на себя Энергетическую функцию БСАшечка Ну потихонечку Потихонечку По глоточку Во время тренировки И получается все нормально Ну все А вот так я вам Рассказал Как это все построено Всем пока Тренируйтесь Не халтуйте В выходные Самое время Чтобы заниматься Салют 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 Салют